Действительно, сейчас, кстати, я никогда ощущаю вот этот интерес, который, естественно, есть в бизнес-среде. В целом, не забраться, что, собственно говоря, происходит. Что происходит, понять не так, очень просто. Своё видение того, что происходит, я очень предложу. Для лекции назвать это, на мой взгляд, сложно, но просто выступление и сообщение на тему. Наверное, лучше оставить время для вопросов и не утомлять, обещаю вас не утомлять вот таким начальным выступлением, но, тем не менее, буду сопровождать это по каждым слайдам. Все-таки, когда вы увидите, что, когда рисуешь картинки, то некоторые вещи становятся более наглядными, понятными. Назвал я его «необязательный кризис», и вот почему. Потому что, лично я так и оцениваю ту ситуацию, в которую мы фактически вошли. Это не обязательно кризис. И мне лично очень досадно, обидно, как хотите называть. У нас не должно было быть такой ситуации. Вот. Но мы в ней оказались. Это не ситуация первой половины 90-х годов, трансформационный кризис, слом одной системы, командоплавной экономики, переход к рыночной экономике. Там без издержек, без кризисных явлений было, по-видимому, невозможно. Другое дело, что издержки перехода были неоправданно высокими. Но, тем не менее, тем не менее. В 2008-2009 годе мировой финансовый кризис, в первую очередь, тоже трудно было избежать чего-либо подобного. А вот то, что сейчас происходит, это вполне можно было избежать. И от этого, честно говоря, досады, на самом деле. Это не обязательно кризис. У нас не должно было быть в этой ситуации. Но мы в ней оказались. И я надеюсь, что мы после того, как посмотрим картинки, еще вообще поговорим на эту тему, вы со мной заброситесь. Значит, сначала такие сухие, но это самая последняя цифра. Мы же все-таки говорим об экономике. Потому что у нас есть по официальной статистике за октябрь промо-производство какой-то и очень неплохой даже рост. Но там есть свои такие источники, которые объясняют. А мы сейчас приходится тоже на эту тему как бы и спорить, и объясняют, почему вдруг 2,9%. Ну ладно, если вы в попром-производстве, знаете, вот на динамик попром-производства по часу влияют, я на это всегда обращаю внимание, когда становится действительно не очень понятно, может, что вдруг такой рост оказался. И здесь продукция у нас очень дорогостоящая, и с таким длительным циклом производства. И когда ее то в одном месяце бывает много, то пару месяцев вообще нет. Вот в октябре у нас производство газовых генераторов выросло на 93,8%. И зачастую такие выбросы, они искажают статистику. Больше 52,8% на 93,9% они в том числе искажены вот такими выбросами. Но если посмотреть на то, что делается в других отраслях в великоэкономической деятельности, то, в общем-то, скорее, больше уже пессимизм. Сельское хозяйство минус 12,4%. Грузооборот минус 7%. Торговля, платные услуги еще в плюсе, но это такие 1,7% и 1,0%. Что касается торговли, здесь тоже надо сделать маленькую ремарку. Сейчас есть определенное оживление. Но с чем оно связано? Знаете, когда становится плохо, и в том числе и в первую очередь плохо из-за того, что мы видим, происходит с рублем, то люди просто бросаются потратить свои рубли. Это, в общем, правильное потребительское поведение. Пока еще, в общем, новые импортные поставки не состоялись, то, конечно, если вы решили прикупить техники, машины, вы сделаете правило абсолютно. И вот сейчас именно такое оживление в октябре, ноябре и не получается. Поэтому делать выводы о том, что, ну, смотрите, мы растем, мы растем. Просто вот такого оживления хватает, как правило, на пару, может быть, месяцев. А потом потратили рубли, и все, в другой реальности, и это уже, в общем, другие цифры. Серьезный спад по экспорту твоих годового выражения, минус 13-4, и экспорт, и под минус 10 процентов. Это уже влияние падения рубля. Хотя еще все только начинается, началось. Инвестиции в основной капитал они уже все последние месяцы показывали. снижение инфляции от годового выражения. Кстати, сейчас она уже накопленная 8,5 процента. Реальная заработная плата почти не растет. 0,3 процента. Значит, вот этот вот график, я говорю, что когда рисуешь, становится некоторые вещи очень понятны. И они опровергают некоторые, в общем, положения, которые приходится слышать. Экономика в России по темпам экономического роста в последние 4 года уверенно тормозила. Уверен. От 104, ну, если по индексу, плюс 4,5 процента в 2010 году, ну, по прогнозу, в этом году будет 0,5 процента. В итоге в первом полугодии было 0,8. Почему на это следует обращать внимание? Потому что такая динамика устойчивая и достаточно красноречивая сложилась в тот период, когда не было никаких санкций, антисанкций, когда не было никакого падения цен на нефть. Падение цен на нефть началось, в общем, с июня месяца, или там от 109, это принципиально. Потому что, вот, оказывается, ну, а вы тогда, в общем, если мы честно анализируем, мы стараемся это делать, да? Я надеюсь, согласитесь. Экономика все равно вошла бы в рецессии. Это, да, вошла бы на несколько месяцев позже. Да, вошла бы не по такому стрессовому сценарию, который сейчас реализуется. Но мы туда шли. Поэтому все бы нам санкции, цены на них. Посмотрите, нарисуйте этот график и все. Становится ясно. Значит, дальше у нас вот эти цифры, 101,2, 102,3, 103, это те цифры прогноза экономического развития, прогноза по динамике ВВП, с которым придет у нас федеральный бюджет, который, кстати, подписан сегодня, да? Президент подписал. А прикольно у нас получается. Президент сегодня подписал, вот что прогноз такой, а вчера в Минэкономразвитии обнародовал уточненный прогноз. И там другие цифры. Я на этом графике не успел еще. Испрали. Там, как известно, минус 0,8% на 2015 год Минэкономразвития признает рецессию. За 16-е и 17-е они побоялись, что нужно говорить. Но, насколько можно верить сообщениям сегодня, за это Урюкаева уже попалась. Вчера, в общем, так, чуть более реалистичнее посмотрели. А бюджет у нас принимался вот так вот. Вот это тоже показательно. Ну тогда объясните, почему у нас должен произойти разворот? Ну действительно, вот если так и так, что такое произойдет? Ну вот что? Я внимательно читал этот прогноз социально-экономическое развитие. И, в общем-то, бюджет, знаете, все объяснение, что у нас... Ну, во-первых, исходили санкции. Хотя, да, не связано с санкцией. А второе, что у нас, в общем, инвестиции пойдут со стороны бюджетов. Компании с чего-то мы решили, если у нас падение. В общем, эти доводы, эти основания для такого прогноза были неубедительны. Наш прогноз – это минус 2% по ВВП в следующем году. Это в лучшем случае, на самом деле. Вот минус 2%. Это не обвалка 2009-й год, там минус 7,8%. Но это не значит, что, ну, и хорошо, тогда почти на 8%, а сейчас на минус 2%. А по пессимистичной оценке нашей, может быть, минус 4% иметь. Просто ситуация не ситуация 2008-2009 годов. Тогда резкое падение, резкий отскок. Не успели испугаться, кризис закончился. Ну, и хорошо. Для граждан он вообще закончился в феврале месяце. Санкциологические опросы показали 2009-го года. А почему? Ну, это тоже интересный момент. Властям бы надо было обращать на это внимание. Я это запоминал с 2009-го года. Вот, соцопросы показывали однозначно. Когда спрашивали, с чем у вас ассоциируется. Оказалось падение рубля. Вот самое главное. 2009-й год. Были еще увольнения, сокращения. Вот у людей не с этим ассоциировался кризис. А рубль падал. Значит, кризис есть. Рубль перестал падать. Кризис нет. Почему это важно? Потому что, когда вот это настроение появляется, да, что да, кризис, он приобретает такой саморазвербающийся характер. Это уже очень... Люди начинают экономить на покупках. Патрибинское поведение меняется. И вот, если бы обращали власти на это внимание, то, конечно, гораздо больше внимания должно было быть обращено на то, к примеру, как отпускали у нас рубль свободное плавание. Вот если я знал, что для граждан кризис – это, если рубль падает сильно, значит, кризис, и тогда мы будем иметь другие последствия, ну, в общем, 10 раз бы подумал, как это надо было делать. Не подумали. Хотя и не Центробанк, конечно, виноват в том, в первую очередь, что у нас с рублем происходило. Что касается инфляции. Опять же, вот это официальный прогноз, с которым у нас принят федеральный бюджет, подписанный сегодня президентом. Инфляция в следующем году 5,5%. Значит, они пересмотрели прогнозы только на этот год. Ну, действительно, 7,5% он был до вчерашнего дня, когда, я как сказал, уже накопленная инфляция была. С начала года 8,3%. А у нас еще декабрь впереди, такой инфляционно легкий месяц. Вообще, напомню, что прогноз, исходя из которого принимался бюджет на 2014 год, у нас же любят сравнивать, знаете, прогнозы пересматриваются примерно 5-6 раз в год. И любят сравнивать с последних прогнозов. А потом, самый точный прогноз в социале появляется недели за 2 до нового года. Еще хватает, чтобы совести сказать, что-то почти совпало. А я вот не устаю напоминать, что вообще-то бюджет вы принимали, исходя из того, что 4,8% будет инфляция в этом году. Вот закон о бюджете на 2014 год и на 2016 года 4,8%. По факту мы будем иметь по нашей оценке где-то 9,5%, может быть, 9,7%. Но в следующий год-то мы входим, опять же, вот с такой точкой тенденции. Инфляция с 1 января будут включаться еще другие факты мощные, но скорее не инфляция. Один из таких пара важнейших фактов налоговый маневр и акцизы однозначно придут к тому, готовьтесь, хотя я думаю, готовы вы все, что цены на бензин достаточно резко вырастут. так это по оценкам руля НАТО. А что это значит с точки зрения влияния на общие показатели инфляции, я думаю, объяснять не надо. Плюс у нас же наигрались в это замораживание тарифов. Ну, со следующего года разморозка будет. Там соответственно на том же ежедневно-дорожном транспорте эти 50% это тоже внесет свой флаг в то ускорение инфляции. Это что касается инфляции. Второй важнейший на тройке на месяц показатель. Курс рубля. Ну, график неактуализировал. Сейчас по этому было уже да, за 60, 55, мы знаем, курсы сегодня, которые очень достигли и по доллару и по рублю. Но на графике это очень выглядит достаточно показательно. Международный резерв Банка России. Международный резерв Банка России на 1 января на 3 они были 509,60 миллиардов долларов США. У нас по большому счету все самое интересное в кавычках началось только ось. Сейчас последние данные, хотя они календарные самые последние, не то, что дает вам, 420 с небольшим миллиардов долларов США, и это меньше почти на 90 джавр долларов США. Но кто-то скажет, ну ничего, 5 тысяч надо. Я напомню, вот первую волну мирового кризиса с вами восьмом и девятом году. Мы закончили примерно с таким результатом. А сейчас все только по большому счету начинаются. У нас 420 миллиардов долларов США. Но как надо относиться к этой цифре? Это тоже интересно. После того, как президент пару раз сказал, что у нас помимо этого есть еще правительственные фонды, резервный фонд, фонд национального благосостояния. Я, конечно, не выдержал и пришлось написать о том, что вообще-то правда состоит в том, что в этих 420 у нас учтены те самые резервный фонд и фонд национального благосостояния. Поэтому не международные резервы 420 плюс 80, 90 еще в правительственных этих фондов. А вот это 420 и это все, что есть. А вот те фонды они внутри. Не знаю, больше высказываний не слышал, но два раза точно подключало. У нас есть резервы Банка России и у нас есть правительство. Да нет, не и, и, а вот просто вот это. Это значит, что гораздо меньше денег. Значит, вот по оценкам, кроме того, надо учитывать. ФМБ, он с декабря начнет активно тратиться по 7 проектам там. Принято решение уже центральной кексовой автомобильной дорогой, реконструкция Трансиба и так далее. По нашим оценкам, международным, да, часть, которая в монетарном золоте, это около 47 миллиардов долларов в США, это вообще не тратится. ну и если оценивать, что, знаете, есть критерии в размере 6-месячного импорта критической уровень, вот, каковы должны быть международные резервы где-то черта. 6-месячный импорт. Средневечное значение у нас 37, по-моему, миллиардов долларов в США, вы можете на 6 месяцев, вы получите черту где-то 250 тысяч миллиардов, да, если учтете трат и так далее, окажется, что мы уже близки вот этому red line. По нашим оценкам, международных резервов там хватит на 2-3 года. Вот так примерно. Так что пальцы кидать и говорить, что у нас очень большие резервы не стоит. Если пойдет, как пойдет, 2-3 года. Какие бы я выделил основные риски, которые сейчас есть? Про рубль. Ну да, он сейчас на первом месте. Безусловно, это риск значительный. Высокая неопределенность экономической ситуации. Вообще бизнес традиционно и по праву считаю вызывает этот фактор в числе важнейших, которые дестимулируют экономическое развитие. Когда непонятно, что происходит, естественное желание попридержать инвестиции. У него может быть и деньги есть. Но это естественно. Он старается не инвестировать в этот период. Что дальше будет? Нам уже понятно. Вот этот фактор сейчас очень значительный. геополитический напряженность, санкции, антисанкции, безусловно, это риск. Падение мировых цен на нефть, инфляция, растущая налоговая нагрузка, значительный чисто отток капитала. Вчера озвучил прогноз, уточненный первый, 125 миллиардов долларов США, это оценка по этому году, по оттоку капитала. И о саморазвивающемся характере, я уже говорил, на определенной ступени, на определенной стадии, с учетом того, что современная экономика это все-таки экономика настроения. И потребители, там, хозяйство на своем уровне начинают вести себя так, что, в общем, может быть, и купил бы, но все-таки одно бы. А бизнес начинает экономить на инвестициях хотя бы еще и денег есть у коротки. Вот это уже то самое, что называется саморазвивающийся характер кризиса. К сожалению, сейчас мы такой резк пошли деньги, такой фактор действует. Общий вывод, у нас сформировалась устойчивая тенденция к серьезному угрышению состояния экономики. Вообще, то, что делается в экономике, я стараюсь, мы стараемся оценивать это все с точки зрения именно тенденция. Абсолютные цифры важны, но надо смотреть на тенденцию, потому что тогда становится понятным, а что ждать ближней, средней, сущной перспективе. Сейчас тенденция именно такая. И, как я уже сказал, это не ситуация восьмого-девятого годов, когда резкое падение, резкий оскок, мы в одной лодке, а не они, а против нас весь мир все хотят на колени поставить Россию. Сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация другая. Рейские серьезные. Вот, кстати, ждут, допустим, завтра мораторий на повышение налогов. Ну, правильно, конечно, но только мне интересно, сегодня подписан закон о федеральном бюджете, где учтено, но вносится ведь одновременно законопроект по налогам, которые, в общем, должны быть или повышенные, или что-то там, что-то там. Там же все учтено, учтено, что у нас серьезно возрастает налоговая нагрузка в следующем году. По самым разным направлениям. Это, да, самая последняя фишка, это налог на определенные беды деятельности, на торговлю, на скорость, на петербург, на севастополь, но, как известно, там этот закон, он открыт для того, чтобы в других городах нечто подобное внедрялось. Пять одна десяток процента отчислений федеральный фонд медицинского страхования, обязательное медицинское страхование, ОМС, теперь взиматься будет со всех зарплат. Не зарплат годовой пороговой уровень 524 тысячи рублей, а со всех. А это серьезная нагрузка на средний бизнес. Потому что мы знаем, эти вообще социальные страховые платежи, они весьма обременительны. И вот когда начинают говорить, ну это не налоги, это же социальные страховые платежи, вот так хочется сказать. Бизнесу это как-то хрен рейки не слаще, да? Это должны отдать, отдают, это налоговая нагрузка. Кстати, Минфин считает, как налоговую нагрузку, ФОМС это сейчас со всех зарплат. Налоговый маневр, кстати, хотя говорят, это маневр там, НДП, но если в результате маневра там дополнительно собираются получить 200 миллиардов рублей в бюджет, ну, слушайте, если здесь ничего такого не происходит, но плюс 200 миллиардов рублей вы скажете, значит, это тоже налоговая нагрузка. Повышается водный налог, плату за пользование ресурсами, госпошлины на 62%, по-моему, процента, ну, так, средний, естественно, акцизы повышаются. Кстати, деушеризация это тоже повышение налоговой нагрузки. Могут вещи быть принципиально правильные, хорошие, и надо было бы делать, но это надо делать, было, когда в общем, сэкономика все было более-менее. А сейчас деушеризация, кстати, я думаю, завтра об этом будет сказано сильно, поставлено в артиф, потому что мы знаем, что год назад было сказано деушеризация и так далее, но с точки зрения налоговой нагрузки это повышение налогового, это серьезно повышение налогового, самый неподходящий для этого момента. Вообще сейчас такое впечатление, что, а так бывает, вот, есть поговорка, пришла беда, отваляй ворота, план тут и тарифы поднимаются, разморозки закончились, рубль падает, цены на нефть падают, налоги, и все сходится, все, жизнь начинается, все, одно к одному. так бывает, если сами предложились, что касается рубля, так как эта тема надо найти подробнее, остановлюсь, потому что, конечно, объяснение, что эти спекулянты какие-то были, хорошие, теперь рубль свободное плавание, ну помните, пока не отпустили, говорили о спекулянтах, спекулянтах, знаете, если бы это были только спекулянты, это было бы хорошо, но в том смысле, что с ними можно было бы разобраться, так, легко, ну разобраться в таком нормальном смысле этого слова, принять такие правила, изменить, чтобы этого не было, но все, все гораздо хуже, когда говорят нет фундаментальных причин для ослабления рубля, это не так, то-то и проблема, что есть, падение мировых цен на нефть, я об этом чуть позже скажу, это же это фактор, ну да, но, кстати, даже нет фундаментальных причин, когда мы говорим о связях с падением рубля, потому что, а если бы мы не оставались столь критично, по-прежнему, зависимы нашей экономикой, как вот цены на нефть, ну и нехай попадали, ну что, вы думаете, в Норвегии там трагедия большая, да, нефтяная страна, что там цены на нефть падали, но, но как раз проблема в том, что мы так дослезались с целевой еблой, что вот в 2014 году мы, по-моему, достигли максимальной зависимости от того, что происходит с ценами на нефть. кстати, вот такой вот показатель, 2014 год, он рекордный год, по такому показателю, как доля нефтегазового дохода, дорога дохода к федеральному бюджету, 51,9%, доля, у нас никогда не было такой, что несколько лет назад было 40%, я пытался посчитать там советские времена, но, к сожалению, статистики уже удовлетворительной нету, можно примерно оценить, но процентов 15, сейчас у нас 51,9%, после стольки лет, что надо слезть с селевой еблой, мы достигли рекорда именно в 2014 году. Вот, поэтому не само как таковое виновато падение мировых цельной монеты, а то, что мы в таких условиях остались столь серьезно зависимы от этого фактора. Еще фактор падения рубля, это, конечно, макроэкономическая слабость, но а то, как представляет, о чем падает, слушайте, а что ему не падает, вы можете представить там сильную валюту и слабую экономику, но если она сейчас экономика слабая, выходит в процессии, с чего экономика рубль-то будет крепкая. Вот, я не говорю, какие-то конъюнктурные движения, но в принципе слабая экономика, слабая, сильная экономика, сильная национальная валюта. У нас сейчас экономика и слабая, и ослабевающая. Геополитика, санкции, антисанкции, безусловно, влияет на то, что происходит с рублем. Когда компании лишились доступа к внешним рынкам, заимствования кокеталу, то, конечно, а где им теперь деньги? Сказали, а мы теперь в Юго-Восточном Азии, но не все так просто. Поэтому вот на внутренней рынке, что есть, сейчас ФНБ и так далее, но в любом случае приток валюты значительно снизился. Влияет это на рубль? Безусловно. Политика Федеральной Резервной Системы США, нам кажется, но это-то никак не зависит. Конечно, в общем, мы здесь никак не можем повлиять, но мы должны были знать и предвидеть, да, собственно говоря, никто не скрывал, что они закончат свои программы количественного смягчения ХУИ. А вот эти программы завершились, закончили они эти программы денежного стимулирования экономики, которые начали еще, когда боролись с первой волной кризиса. Но если прекращается такая мощная накачка долларами экономики, в данном случае, это в США, то это автоматически дорожает доллар. И соответственно, более дорогой доллар, это более низкие цены на нефть и более слабые рубли. Это было все известно, что это закончится осенью. Это и закончилось, и это повлияло, конечно. Мало того, это еще будет влиять и в будущем, потому что через несколько месяцев они будут поднимать основные ставки ФРС. Это еще удорожает доллар. и понижает цены на нефть и оснащает рубли. Фактор заблаговременное объявление переходит к свободному курсу рубля. Но вот это то, что, на мой взгляд, банк России сделал совсем не так, как можно и нужно было бы делать. Это не стратегический промах, тактический, но сыграл свою негативную роль. Потому что пытать не делать. Кстати, у меня была возможность где-то там в октябре проводили такое очень совещание там и Набиулина, и Ксения Ютаева. Собрали нескольких человек, пригласили из Голитрубыша, к Федерации. Я говорил так не делается. Если вы объявили, что с 1 января это сигнал, значит вот у вас есть овощи для первого января. Бегите, если успеете, меняйте. Это надо, хотели это сделать? Он летом Центробанк не присутствовал с интервенцией на рынке. Все было более-менее спокойно. Проснулись все в лоноприк аст на утро. Оказалось, что рубль свободно направлены. Но решили сделать именно так. За благовременно объявили. В результате же все равно на 1 января не дождались, вынуждены были. Сначала лимит установить 350 миллионов долларов. в США могут тратить отказаться от коридора. Но это еще хуже. Это знаете постель как собаки по частям хвост отрубают. Не надо было мучить бедное животное. Ну неправильно совершенно была политика. Но это уже в прошлом что называется. Вы сделали так. Но ажиотажный спрос на валюты это такой появляющийся фактор, который естественно появился и теперь и сыграл свою роль. Что касается падения мировых цен на нефть. Тоже спрашивают ну когда ну что или ну это против России все намутили. Знаете здесь тоже сложились такие факторы очень серьезные. Первый я бы выделил все таки особо здесь не аранжировано но тем не менее на мой взгляд главное это то что США успешно реализовали те самые сланцевые перспективы о которых мы много лет говорили что это пузырь еще пару или тройку недель помню фильмы показывали вот эта вода которая горит которая кран открывается забыл какой там штат что все это вообще не стоит обращать на это внимание пузырь но вот этот пузырь сейчас он не пузырь они в последние десятилетия очень настойчиво активно работали совершенствовали технологии в результате сейчас фактически превращается в страну лидера по добыче нефти сланцевой нефти мало того со следующего года они еще так начинают достаточно масштабно экспортировать нефть общий вывод сланцевые перспективы успешно реализуются мы проспали сланцевую революцию все сланцевый газ революция технология гидроразрыва в сочетании с горизонтальным бурением да мы еще 50 лет назад знали эту технологию но вот опять досада али сейчас признать не можем кстати сегодня интересное сообщение что Казахстан там бросился вдогонку начинает активно работать над этим тоже чтобы нефть газ висланцев висланцы это самая распространенная садочная порода кстати по информации того же управления энергетической инфра информации США самая богатая страна в мире по запасам технологически и технически извлекаемого станцией нефти это Россия 75 миллиардов баррелей в США 58 опять мы самые богатые ну и что с этого еще там даже вот так вот но они признают у нас 75 миллиардов баррелей у них 58 это оценки американцев а конечно причиной падения мировых цен на нефть является и слабое восстановление мировой экономики и снижение темпов роста потребления нефти со стороны Китая тоже важным фактом ОПЕК не снизила квоты а че суждали они мы там и ждать было нечего понятное дело что в такой ситуации они не будут снижать квоты потому что именно потому что изменилась радикальная ситуация если вы снижаете производство у вас США со своей сланцевой нефтью они так будут теснить все тут же занимают поэтому и салдифы готовы пересматривать и они пересматривают контракты и снижают цены для того чтобы удержать объем абсолютно рациональное поведение на что надеемся о программах количественного смягчения я уже сказал это тоже влияет на мировые цены на нефть поэтому не какой-то там заговор против России чтобы ее отпустить потому что для нее критично цены на нефть но я допускаю что какая-то может быть и присутствует подобная составляющая в переговорах с США с аудитами но вот эти факторы вот они главные а они гораздо более серьезные потому что об этом мы уже говорили что такое для нас цены на нефть все прекрасно понимают так об этом это вывод я уже собственно почти говорил но нет несколько другой придации вот основные риски среднесрочно перспективы вряд ли это куда преотолеть поэтому ухудшение ситуации сейчас это среднесрочная успех переводит что это в годах но вообще традиционно как говорят среднесрочно это 3-5 лет и это вот тот самый тезис которого мог бы быть называется что касается прогнозов это пока не вчерашние цифры прогнозы они сейчас обновленные кстати ну да обновленные они как сейчас у нас уже сказал будет минус 2,8 десяток по ВВП инфляж оценивать 7,5 так чуть-чуть прозрели бюджет приняли и тут же новый прогноз средний годовой курс рубля 37,7 сейчас 49 кстати за это другая которая досталась больше всего за 49 а что это осталось сегодня какие промпроизводства 1,6 но они примерно так и вы оставили кстати оборудование таком инвестите в основном капитал плюс 2 сейчас они прогнозируют где-то на 3% падения наши оценки не чуть-чуть но они в общем отличаются отличаются да а не так я уже сказал по инфляции средний годовой курс 60 при этом может оказаться оптимистичной оценкой не говорят я пессимист потом проходит время для людей посмотрите вы же оптимисты про производство серьезный спад розницы может быть держится на ноле инвестиции в основной капитал тоже достаточно серьезный спад хотя последние месяцы там падение около 3% и так идет теперь что касается некоторых мер общего характера и более такого часто но нам может было бы неплохо конечно если мы задумываемся а что делать важно конечно отказаться от разного рода иллюзий их сейчас много санкции у нас делали сильнее за счет рубль упал сейчас замещение на этом не хочется сказать санкции шок падение рубля шок получается так что развиваться можно только через какие-то шоки стресс а так по-другому никак но если вам для развития надо что-то такое какие-то пинки то наверное что-то не ладно на самом деле вот об этом надо задуматься а то рубль упал круто сейчас замещение что-то не ладно если у вас у вас там что-то такое а вот этих людей полно конечно некоторые я уже называл ну и вот как я говорил важно понимать что крестом мы во всюду санкции а вот выйти из санкций не получится последний пару слайдов если касается макроэкономики то это конечно далеко не все но это просто некоторые вещи которые на мой взгляд можно и нужно было бы делать конечно самое простую хотя это мы все согласны отменить эти антисанкции санкции зависит не только от нас поэтому здесь таких квадратных скомочек если моратория на повышение налогов то хотелось бы знать я думаю завтра мы услышим подобные слова как бы с тем что будет уже с 1 января серьезно повышение или это мы серьезно повысим а потом значит а потом моратория там дальше вот так дело не пойдет если моратория то давайте с 1 января потому что посмотрите ситуация вообще кризис так никто не делает весь мировой опыт чтобы повышать налоги но это кстати отвечает на вопрос а почему мы оказались в такой ситуации это завышенные бюджетные обязательства причем с такими приоритетами которые здесь третий пункт которые конечно надо пересматривать когда расходы на обороны в бюджете растут на 32,8% 32% это вообще это круто это конечно очень вовремя с учетом того что по другим статьям далеко не все так тоже размораживание накопительные компоненты пенсионного обеспечения в 15-й год все тоже будет заморожено сегодня правда появились сообщения что обсуждается что будет в 16-м годом но мы помним в виде исключения говорили про 14-й год заморозят год прошел фактом стало что и 15-й год не будут перечислять соответственно эти деньги негосударственные пенсионные фонды все остают в общем котле и сэкономят и бюджет сэкономят на трансферах пенсионный фонд больше 300 миллиардов рублей за счет этого замораживания но вот если ежегодно бюджет столько экономит трудно представить что теперь от этого откажутся подсерии уже что называется естественно надо пересмотреть приоритеты расходов и средств фондом за нашим предсостоянием проекты с максимальным противопликативным эффектом потому что ну да это целая мобильная дорогая реконструкция и у нас эффект мы хотим проекты такие ну тогда знаете это конечно важно но вот такие огромные проекты это не фальс они для того кто тот самый проект противопликативный эффект а это что значит проекты где участвуют бюджетные средства должны быть такие чтобы они стимулировали частные инвестиции дополнительные инвестиции пускай они такие глобальные но проекты тоже транспортные энергетические электроэнергетические инфраструктуры на региональном уровне они с этой точки зрения могут оказаться гораздо более эффективны в противном случае встает вопрос а у нас такого рода проекты глобальные были у нас пожалуйста сады олимпиады по дороге ну и а вот этот график почему у вас так значит вот так значит не работает вот так просто несколько проектов таких и все уже оба об этом говорят поэтому надо пересматривать приоритеты но естественно по-моему дальше напрягать в первую очередь те же регионы с выполнением этих целевых абсолютно юридистичных показателей из майских указов не стоит по соотношению зарплат потому что известно что там в региональном бюджете уже денег чисто инвестицион и вообще не остается все остается только вот на то чтобы выполнить эти указ и последний слайд я все-таки не бизнес-консультант чисто откликаясь на просьбу чтобы в общем надо было бы делать попытался конечно сформулировать в таком общем ключе даже сейчас пока еще считаю что сосед паниковать не стоит открывать счета все на личность перекладываться в госбанки надо конечно внимательно мониторить ситуацию но в общем пока пока без паники но все серьезно то что серьезно это не то время исходить из того что рубль остается потенциально слабый он будет ослабить у нас в пятнадцатом году это перспектива может быть не столь быстро скачкообразно вот как пила зубья пилы но то это такое то есть рубль будет ослабевать и собственно говоря бюджетировано надо строить исходя из этого но если можно кстати что-то еще и продать бюджет делать это все потом это будет делать совсем сложно что касается расходов это само разумеющаяся вещь для тех что-то надо смотреть но кстати даже и сейчас появляются какие-то возможности бот заработать вот и раньше вы отмахнулись от этого то сейчас лучше не отмахивайтесь используйте используйте да то что должны вам постарайтесь если это возможно востребуйте для силы потому что завтра это будет сделать совсем сложнее называть работой дебютом скорректировать ассортимент в пользу тех товаров и услуг от которых потребитель отказывается в последнюю почту но я думаю как не больше выделить это в отдельном отраслях это совсем просто в отдельном не совсем но тем не менее сейчас надо этим заниматься ну и последнее на самом деле иногда срабатывает да такой на всякий случай пересен партнера который можно обратиться ну типа того что мы долго работали или я вообще ухожу или с рынка или какие-то заказы все-таки от нас будут и тогда мы еще подошли с вами сосуществовать ну ну и самый оптимистичный слайд моей презентации спасибо за внимание спасибо 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 Редактор субтитров А.Семкин